Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Группа Артемьев. Ну и, конечно, главное лицо Павел Артемьев. Паш, привет. Ребят, здрасте. Всем большой пламенный привет. Очень рады нашей встрече. Сразу же хочу сказать тем, кто вдруг сейчас нас по уважительной причине едет в машине и слушает, нужно срочно вам включать приложение или телек, но найти возможность и посмотреть. За рулем не стоит, наверное, это делать. А почему? Если в телефоне можно же так включить? Ну, конечно, конечно. Надо посмотреть, во-первых, на тебя красиво, на ребят красивых и на замечательный инструментальный состав. У нас сегодня в гостях, помимо ребят, клавиши, гитара и виолончель. Я хочу попросить тебя, Паш, представить твоих музыкантов. Привет, мои друзья. Антон Хабибуллин. Антон Хабибуллин, привет. И Александр Козловский. И Саш Козловский. К сожалению, это не вся группа. Прекрасный барабанщик Олег Занин и еще один клавишник-мугист Сергей Хащевский. Они провинились. Они не провинились, просто не смогли, так скажем. Мы именно сухарецкая вокалистка тоже сегодня. Не с нами, но ничего, мы за всех будем отдуваться. Вы будете отдуваться сегодня за всех, но все будут отдуваться 3 октября. В клубе 16 тонн. Совершенно верно. Приходите отдуваться. Это будет традиционный осенний концерт группы Артемьев. Да. Все же началось-то в 2010 году именно с этой концертной площадки. Да, совершенно верно. Именно там у нас прошел первый концерт. Это было прекрасно, незабываемо. И вот мы стараемся время от времени эту традицию поддерживать и играть в нашем любимом клубе. Намоленное место такое, да, в хорошем смысле слова. И вам там комфортно, судя по всему. Ну, расскажи тогда, пожалуйста, про грядущий концерт. Чего ожидать людям? Стоит ли идти? Было бы смешно, если бы я сказал, не стоит. Конечно, стоит идти обязательно. Друзья, это будет лучший концерт осени. Что тут говорить? Ну, хорошо, подожди. Но здесь же всегда обычные артисты говорят. Ой, будут там 10 премьер. И, конечно, уже из классики что-то сыграем. Мы обязательно сыграем. Мы уже потихонечку приступать начали. Начали приступать с интересового сочетания. Да нормально. Начали работу над новым альбомом. И обязательно исполним пару новых песен на этом концерте. Ну и будет просто веселье, пляски, жара, которой так не хватает нам осенью. Так что можно будет обняться, потанцевать. С тобой тоже можно будет пообниматься? Можно после концерта. После концерта. Но недолго. Вот девчонки уже по этой причине должны будут обязательно отправиться 3 октября. Носит ли какое-то название? Есть ли название у этого концерта? Есть название. Самый лучший концерт осени. Да ну серьезно, подожди. Ну или просто группа Артемьев и все концерт, да? Осенний концерт группы Артемьев в клубе 16 тонн 3 октября. 3 октября. Есть ли небольшое волнение вообще, оно до сих пор тебе присуще или все уже осталось в прошлом? Потому что ты постоянно в каждом интервью откровенно говоришь, что волнение у тебя было всегда. Да. Какая-то немножко неуверенность и так далее и тому подобное. Неуверенность всегда была и волнение всегда есть. И я думаю, что когда оно закончится, наверное, можно заканчивать... В карьере артиста, да, музыканта. В карьере, ну потому что ты перестаешь делать это искренне и, конечно, волнение есть, но это такое волнение, сопряженное с радостью и как-то надо с ним идти в обнимку с этим волнением, с этими страхами, выходить на сцену и тогда вот трепет возникает какой-то. Красивые слова в обнимку, трепет, да. Поклонников своих ты порадовал совсем на днях, вот буквально новым видео. Да, 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 вот только что мы выпустили. Ну и вообще так посмотрите, молодец, ты стал так все чаще и чаще радовать видеоклипами, там три месяца назад, пять месяцев назад. Про короткие сны мы сегодня, кстати, посмотрим тоже это видео. Хочу тебя расспросить, почему эта работа была выбрана тобой для съемки клипа? Мы с Любой Климовой, с режиссером, просто хотелось какой-то под эту песню по энергии чистой. Мне кажется, вот такой танец, как лесгинка. Это самая чистая энергия. Ну это правда очень такой, какой-то фонтанирующий танец. И хотелось показать красоту его, потому что у многих он сопряжен с какими-то немножко беспокойствами, так уж получается в нашей многонациональной стране. А хотелось показать, что это в первую очередь красиво и... Зажигательно. И зажигательно, почему нет? А зачем тебе режиссер Климова нужна была, скажи? Ну как? Сейчас не про Климова конкретно, а вообще про режиссера клипа. Ну, во-первых, у тебя есть опыт. Во-вторых, ты тоже признавался в своих интервью, что... Ну у меня есть амбиции, безусловно. Да, ты хочешь даже и подумываешь даже и о большом кино. Ну просто в каких-то случаях это общая идея, и в каких-то случаях мне хочется с кем-то конкретно поработать. Какие-то конкретные случаи с двумя клипами, которые я режиссировал сам, мне не хотелось их отдавать. Эти идеи никому. Все зависит, то есть от конкретной песни, произведения, да, наверное. И хотелось их... Ну, руки чесались очень сильно. Как только у меня опять вот настолько сильно будут чесаться руки, я сделаю это сам, конечно. Ну и страшно это тоже. Ответственность какую ты чувствуешь, да? А здесь, кстати, удобненько, да. Это все вопросы к режиссеру. Я вообще здесь не при чем. Идея общая, реализация общая. В любом случае, прекрасный продакшен нам помогал, продюсер Саша Третьякова. И прекрасная команда собралась, вместе мы это сделали. Ну, скажи откровенно, работая над этим клипом, над этой песней, ты хотел бы, чтобы он оказался в эфире телеканалов? Подумывала об этом, но вот этот клип точно должны взять и... Да нет, я как-то перестал так думать в целом. Все уже, да? Все уже. Нет, просто это не самоцель. Потому что, наблюдая за форматами, я понимаю, что я не ставлю себе цели, и что вот это обязательно должно попасть в телеэфир. И к тому же сейчас все-таки очень сильно развился интернет. И, наверное, надо в первую очередь думать о том, чтобы это в душу запало зрителю напрямую как-то, а не рассчитывать на то, что это попадет в душу программному директору того или иного канала. Без обид. В целом, прекрасные люди, но со своими вкусами лично. Ну, я хочу тебе, Паша, сказать, что ты не за теми форматами просто наблюдал все эти долгие годы. Да. Теперь вот предлагаю все-таки понаблюдать за форматом «Страна.ФМ». С удовольствием. Ну, слушайте, мы сейчас заговорили про «Короткие сны», давай посмотрим. С удовольствием. Попробуем, посмотрим, послушаем. Внимание на экраны, ближе к приемникам. Дамы и господа, группа Артемьев. И только что премьера в нашем эфире, в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Короткие дни. Короткие сны. Короткие сны. Короткое лето, строчки из песни, клип и трек. Ну и, конечно, потрясающий танец «Лесгинка». «Лесгинка». Паш, а ты сам владеешь этим танцем? Ну, хотя бы пару каких-то там элементов может быть. Да нет, вот «Лесгинку» я не умею танцевать. Да вообще, честно говоря, танцор из меня никудышный. Да что ты? Да. А как же? А есть ли роль предложит режиссер сейчас? Может быть, артиста большого театра, например? Вряд ли предложит роль Рудольфа Нурива где-нибудь. Вообще для одного телесериала была такая роль учителя Сальса, что ли, каких-то латиноамериканских танцев. И я ходил, занимался. Класс. И вроде даже у меня это стало получаться. И как, может, они это всем говорят, эти преподаватели, нам сказали, что еще пару недель можешь сам преподавать. Даже так. Но этим надо заниматься и продолжать. Как-то в целом это довольно прикольно. И на эти курсы ходило много девушек после родов. И один культурист. И один культурист. И ты в такой чудесной компании. Ну, культурист на меня произвел наибольшее впечатление. Он такой двухметровый качок огромный. Сложно ему было, мне кажется, да? Нет, наоборот, он очень пластичный. Пластичный оказался. И я так понимаю, что это ему нужно для выступления. Он профессиональный, прям огромная такая гора мышц. И он там все очень нежно старался, все двигал попой. Ну, это интересно, да. Жалко, что мы тебя все-таки не увидели в клепе. Лизгинка, это, конечно, хорошо. В следующий раз обязательно. Но где-то хотя бы как-то, может быть, на заднем фоне как-то вот так вот. Красиво, да, встать, может быть. Или ты, как, может быть, смотрел бы это, пытался повторить за ним. Ну, не лишай нас возможностей, своих поклонниц, пожалуйста, в дальнейших работах. Хорошо, но только если вместе с ребятами. С ребятами, конечно, конечно, конечно. Договорились. Но скажи, следующая работа уже какая-то намечается у тебя, видео. Я имею в виду клип, естественно. Какие еще танцы на каких народов мы увидим в этих работах? Следующие работы намечаются. Это все пока намечается в голове. И их много-много идей. И обязательно мы их в скором времени начнем осуществлять. Думаю, что будет здорово. С новым материалом будут новые клипы обязательно. Ну, а значит ли это, что через какое-то непродолжительное время ты подаришь нам альбом, выпустишь? Я не хочу просто называть конкретных дат, потому что, как только я их называю, у меня потом начинается... Ну, давай, ближайшие пятилетки, например, как-то так. Ну, пятилетки, конечно. Ну, запишем, конечно. Будет классный, энергичный альбом. Вот это хорошо. Сегодня я придумал название, а потом скажу. А потом после эфира ты имеешь в виду мне по секрету, да? Ладно, спасибо за доверие, конечно. Это очень хорошо. Друзья, ну, напомню, 3 октября концерт группы Артемьев в клубе «16 тонны». Нужно поторопиться там с билетами. Места немного, как известно, в «16 тоннах». Можно набиться. Можно набиться, да. На плечи опять на чьи-то там, на друга, да. Я, наверное, хочу попросить вас сейчас уже начать вот такую вот живую часть нашего эфира и что-то исполнить. Паш, ну, ты сначала нам расскажи, что мы услышим. Мы исполним песню с нашего предыдущего альбома, который называется «Канон конца начала». Вообще-то с названиями «Оригинал» большой, конечно, у своих альбомов. Большой оригинал. Большой оригинал. Стараюсь удивить себя в первую очередь. Но все путают, все говорят «Канон начало конца», хотя это сразу другой смысл совсем. Но ты не ищешь легких путей. А песня «Короткие сны», которую мы только что смотрели, была с альбома последнего. Альбом называется «Сизигия». Тоже я мучаю людей, ломаю языки. Но с другой стороны, ты просвещаешь, вот, например, альбомом «Сизигия», да? Потому что наверняка огромное количество человек там загуглили, что это такое, что это за слово. Потом ты рассказывал, конечно, в интервью различных, что это означает. Что такое соединение без слияния. Сопряжение, соединение, да-да-да. Без слияния. Благодаря тебе, я просто уверена, огромное количество людей впервые услышали это слово и узнали его значение. Я рад. А сейчас будет песня «Сердце». «Сердце». Здесь просто как-то ты... Вот так. Канун конца начала дружбы В мушкетах завели курки Ты слышишь, тает полюс южный, как и наши дни Осталось время до рассвета Считай до десяти шагов Давай же поднимать мушкеты восемь Девять готов 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 Бейся, 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 бейся сердце Под давлением пружин Вместе с кровью в венах лейся жизнь Бейся, бейся, бейся сердце До последней, до слезы Пусть начнется вместо смерти жизнь Пусть начнется вместо смерти жизнь Пусть начнется вместо смерти жизнь И остановит ветер пули От крови зажавел капкан Мы на счетах с тобой танцуем в вечном танце На недописанных куплетах Мы снова возведем мосты Вернутся ядра форматом все Окопы пусты 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 Бейся, бейся, бейся сердце Под давлением пуджин Вместе с кровью в венах лейся жизнь Бейся, бейся, бейся сердце До последней, до слезы Пусть начнется вместо смерти жизнь 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 Да, друзья, это Вам не Корни Это группа Артемьев, маэстро Павел Артемьев за роялем. Ой, спасибо огромное, ребят. Паш, спасибо, спасибо за виолончели и вообще за эти слова, за эти гармонии. Это очень красиво, невероятно. Спасибо большое. 300 лет назад «Фабрика звезд», но 200, там группа «Корни». Устал-то уже рассказывать всем об этом. Я поэтому тебе и не буду никаких вопросов задавать про те времена. Ну, что там ворошить, это все копошить. Спасибо. Да, я... Что сейчас вообще с корнями? У тебя какая-то есть информация, нет? У меня нет никакой вообще информации. Да нет, ну все в порядке, ребята работают как-то. Правда. Мы поздравляем друг друга с праздниками различными. С днями рождения и с новыми годами обязательно поздравляем. А так, ну, в силу занятости. А что поют они все? Вот я теряю корни. Ну, наверное. Да, все теряю. А есть такое у тебя ловишь на мысли? Ты знаешь, господи, как хорошо, что я вовремя свалил оттуда. Ну... Ну, естественно, давай. Ну, есть, есть. Ну, у меня вот есть, говорит, на тебя, как хорошо, что ты... Я очень счастлив в том, чем я занимаюсь сейчас, и счастлив общаться с такими прекрасными музыкантами, людьми, которые меня окружают. Ты ему пишешь музыку, слова? Ну, музыку мы аранжируем уже вместе. Коллективно, вместе. Коллективно, да. Ну, аранжировка, да, ну, а саму мелодию же, она рождается в твоей голове? Или в чьей-то? В моей голове. В твоей голове. Рождается мелодия, да. Ну, и вот уже ты достиг такого, не знаю, и опыта, и уровня, что делишься знаниями со студентами. Да, есть такое, да. Сколько лет ты уже занимаешься преподавательской деятельностью? Совсем недавно это случилось в моей жизни, всего лишь год. Год? Серьезно? Да, да, да. Открылась в Москве школа, Moscow Music School, она называется... Но это не твоя школа. Это не моя личная школа. Ты наемный работник. Я куратор, я веду курс. Куратор? Трудовая там? Нет, трудовая у меня, по-моему, нет вообще. Я не видел ни разу в жизни свою трудовую книжку. Такой наемный работник, да, всегда был. Да, это курс Songwriting and Music Performance, он называется вот так вот по-английски, потому что термин сонграйтер, в принципе, нам чужд, и вот мы его сейчас вводим в обиход, учим там, Антон Гаязыч Хабибуллин там преподает тоже в этой школе, мы учим людей писать песни, исполнять песни, только на моем курсе есть еще параллельные другие курсы, есть курсы... Это школа с какими-то возрастными ограничениями или там люди разные? В данный момент это школа как дополнительное образование для взрослых людей. Для взрослых все-таки, да, уже таких музыкантов и все. Сколько длится обучение, за сколько можно научиться писать песни? Ну, я не думаю, что можно научиться писать песни с абсолютного нуля, но у нас оно длится два года. Два года? Да, это все-таки продолжается. Сейчас вот начинается второй год с вами студентами. Примерно столько же, сколько ты пытался изучать японский язык, японскую культуру, и на большее тебя не хватило. Мне кажется, поэтому, да, вы как-то выбирали этот срок. Да, я пришел с нуля учить японский язык, да, вот-вот, пожалуйста, да. Ну, хорошо, значит, уже твои студенты на второй курс перешли, да, раз ты год уже их там протащил. Ну, скажи, есть ли какие-то положительные такие просветы, может быть, я знаю, тенденции? Конечно, конечно, я очень... Будет ли будущее у нашей музыки российской хорошего? Я очень надеюсь на это, я очень горжусь студентами, они очень талантливые, среди них есть прямо жемчужины настоящие. И я очень надеюсь, что у них все получится, правда. Будешь ли ты каким-то образом содействовать им? Ну, например, по старым связям каким-то рассылать? Чем могу, я содействую уже какими-то такими вещами, которые в моих силах, но я бы не хотел превращать это в продюсерский центр и становиться каким-нибудь дядькой и подписывать с ними контракты. Ну, подожди, еще же мы, собственно говоря, много лет впереди, это сейчас не в твоих. Может быть, посмотрим, что будет. Павел Артемьев, и мы будем разговаривать про лейбл Артемьев, не только про группу Артемьев. Нет, я бы уже назвал как-то иначе лейбл уже. Хватит Артемьев всюду, Артемьев. Это будет совсем уже и памятник себе поставить где-нибудь еще прямо в офисе. Мы сейчас поставим рекламу в эфире, коротенькую, 30 секунд, и вернемся скоро в эфир. Дожидайтесь. Продолжается программа, друзья. У нас сегодня в гости группа Артемьев. Продолжаем общаться с Пашей Артемьевым, с фронтменом, отцом-основателем группы, идейным вдохновителем, автор слов и музыки и так далее и тому подобное. Но, между прочим, еще и с очень классным профессиональным актером. Театральный сезон же начался, новый. Театральный сезон начался. Паш, где мы тебя можем наблюдать? Расскажи нам о предстоящих премьерах, спектаклях. Можете наблюдать меня в Театре практиков, в котором я играю. По-прежнему, да, ты уже родной. Шесть лет, по-моему, кажется, да. Сейчас я задействован в двух спектаклях. Там это Петр и Феврония, который немножко мы обновляем состав. И уже в октябре будут спектакли. А ты Петра играешь? В том числе. Там путанная такая история. Я, в общем, советую сходить. Это очень хороший спектакль. Обладатель золотой маски. Так что... Так, второй спектакль. Второй спектакль. Это Бабушки. Тоже очень я его люблю. Очень трогательный, душераздирающий спектакль про, соответственно, бабушек. Я бабушек... Бабушку не играю, не волнуйтесь. Единственное... Да, нам без разницы, Паш, как будто играешь, на самом деле. Лишь бы играй, лишь бы выходи на сцену. А там в каком образе? 5 октября на сцене Гоголь-центра будет спектакль «Бродские стихи». Там я буду читать стихи Бродского, соответственно. Да. Так что... Вот как-то так. Ну, одно время было такое количество спектаклей, и что мне не хватало уже времени на музыку и на свою жизнь как-то. Но все как-то проходит само, когда ты такой делаешь во вселенную, что ли, заказ, что что-то я перестарался. Какие-то спектакли закрылись, какие-то... От каких-то ты отказался, я уверена, наверняка. От каких-то отказался, да. Что касается киноистории... Киноистория присутствует в моей жизни, но она так волнами присутствует в силу того, что далеко не все мне нравится, что присылают, что предлагают. Я чаще снимаюсь либо у друзей, либо... Ну, либо если это действительно классный сценарий какой-то, мне хочется... Какой вы избирательный актер, да. Очень, вообще ужасно. А что для тебя важно вот в тексте, в сценарии, который ты получаешь? Режиссер, имя режиссера, я не знаю, все-таки... Ну, имя режиссера, безусловно, играет какую-то роль, но в сценарии важно, чтобы музыка присутствовала в тексте какая-то, чтобы лился текст, чтобы он был живой. Просто очень много пишут у нас как-то так, не знаю уж... Как будто, ну, люди так не разговаривают, как пишут, если включить некоторые телеканалы, посмотреть, не знаю, какие-то дневные сериалы. Я вообще телевизор не смотрю, но бывает, что попадает как-то мимо, проходя, и прям очень удивляешься, что оказывается... А откуда же берутся эти сценаристы тогда? С каких планет, я не знаю, селы? Ну, всем нужно что-то кушать, я никого не обвиняю. Всем нужно что-то есть, да. Откуда-то берутся. Ну, давай так тогда, какую на сегодняшний день ты считаешь свою роль самую такую интересную, не знаю, интересную такую роль, которая... Ну, это все роли в театре. Все-таки театральная сцена близка тебе больше, да? Ну, то, что мне наиболее... Ну, на сегодняшний день, да, пока такое кино работы, которую ты действительно гордишься, и еще не случилось в твоей жизни. Еще пока не случилось. Ну, значит, самому надо все-таки становиться режиссером. Придется, видимо. Сценарий где-то написать или хотя бы подредактировать. И, конечно, себе роль. Ну, а какая должна быть твоя вот любимая роль, не знаю, классная роль, желанная роль в кино? Что-то с юмором и надломом. Ничего конкретного я не скажу. Думаю, что, конечно, это... Явно уже это не Ромео, так как лет на 20 я опоздал с этой ролью. Ну, а что-то, что-то, что-то... Ну, и не от Элла. Ну, и не от Элла тоже в чем-то не совпадаю. Хотя сейчас... Ну, современные постановки, конечно, могут все что угодно себе позволить, конечно. Да. Ну, на сегодняшний день, в общем, твоя жизнь, она по-прежнему вот состоит из театра, чуть-чуть кино, музыка, преподавательская деятельность. Да. И... Вроде пока все, не знаю. Пока... Кажется, не знаю, кажется все пока что. Ну, ладно, если вспомнишь, то ты расскажешь. Паш, что касается, в том числе, вот театральной твоей такой интересной карьеры. У тебя же были большие проблемы с дикцией, да? Да, были такие. Что там было и картавость чуть-чуть была, там ковники теряю, да, вот это немножко было и шепелявость. Но ты же очень круто избавился от всего этого. Ну, на самом деле, мне помогли на фабрике звезд с этим справиться. Уже все, выходя из фабрики, ты уже прекрасно говорил, все буквы произносил. Нет, не прекрасно, дальше это все как-то доработалось. Ты же продолжал работать? Ну, каким-то естественным путем уже само все доработалось. Просто когда ты уже научишься... Я не могу сказать, что у меня идеальная дикция сейчас. Да, отличная, слушай, по сравнению... Да, конечно. Спасибо большое. Да, ну, в общем, да, я разговаривал вот так. Щепелявил и картавил. Раньше вот так было. И меня мучили, всячески порвали. У меня уздечку под языком. Даже так? Это все садо-маза какое-то, когда тебя влезает с этими инструментами. Какое самое противное упражнение? Упражнение не вспомнило, но я помню, что вот эта разминка инструментами, которые похожи на какой-то фильм Тима Бартона. Вот помните сонную лощину, когда Джонни Депп там достает свои такие инструменты странные с крючками? Вот приблизительно такие же штуки, где все они тебе лезут в рот. Тебе по ночам эти ужасы не снятся теперь? Нет, нет, мне много чего снится более страшного, так что с этим это не самое страшное, что можно присниться. Ну и много веселого снится тоже не надо. Ну сколько примерно времени нужно вот такой работы качественной, чтобы хорошо заговорить? Ну нормально заговорить? Мне кажется, все зависит от усидчивости, от цель полагания, от того, насколько ты действительно хочешь этого добиться. Многие люди бросают просто на полпути. Ну это любое дело так. И если ты действительно хочешь добиться, ты будешь заниматься, и все можно исправить, всему можно научиться. Это главное просто, ну, зубрить, заниматься собой, стараться делать, 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 делать. Ну это же могло быть с твоей фишкой просто, остаться узнаваемостью. Могло остаться фишкой, конечно. Ну, но ты решил все-таки от этой фишки избавиться. Решил как-то, ну, на фабрике звезд это решили за меня, мне просто сказали, что это прям необходимость. Я как-то всю жизнь до этого жил и особо не обращал внимания. Все думали, что я шучу, новые знакомые, когда я с ними знакомился, не верили, что я действительно так картавлю. Ну вот Саня, например, знает меня со школы. Да, какие вы молодцы. Так я разговаривал всегда, да, это сильно. Это правда. Вот живой свидетель у нас сегодня в студии. Ну как-то мне это не мешало, в общем. Но сказали надо, стал заниматься. Не могу сказать, что я очень сильно скучаю по картавости, шеплявости, у меня как-то просто это отошло. Ну вот видишь, некоторые артисты, например, сейчас прекрасно существуют и записывают трек за треком, и клипы снимают, и выступают, и даже не задумываются о том, что, в общем-то, все можно исправить и поправить. Ну, я думаю, что многим артистам это не нужно, действительно, это действительно может быть фишкой для кого-то. И я совершенно не заявляю, что нужно всем исправлять дикцию. Если ты не идешь на сцену, не знаю, хата имени Горького, то, наверное, тебе исправлять дикцию не обязательно. Такого классического, или малого театра, вот классический действительно театр, где нужно прям все очень четко. Ну ты молодец, ты пример для, я уверена, для большого количества, конечно, девчонок. Да, давай тогда споем, немножко передохнем от похвалы, да, слегка. Надеюсь, я текст не забуду сейчас от волнения и от гордости над собой. Да, ты можешь просто, что-то такое в этот момент. Возможно, да. Виды называется эта песня с первого нашего альбома. Альбома, да. Альбома. И ветер отпускает неуместные шутки тебя Распускает прическу твою Удержать не получится Открывай, открывай вечер Вот я забыл текст представлять Но вновь спотыкаешься ты У тебя на меня планы У меня на тебя виды У тебя на меня планы У меня на тебя виды Отпускай, отпускай руки Задержать бы стрелку минуты сейчас В этот самый момент я погас Чтобы снова зажечься Зажигай, зажигай Ритмы разбивает А в клетку грудную теперь Я не знал, что уже тишина Я уже не танцую У тебя на меня планы У меня на тебя виды У тебя на меня планы У меня на тебя виды Выжимай, выжимай соки Я еще научусь плавать Выжигай, выжигай воздух Выживай, выживай после Выжимай, выжимай соки Я еще научусь плавать Выжигай, выжигай воздух Выжигай, выжигай воздух Выживай, выживай после У тебя на меня планы У меня на тебя виды 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в наших записях много тромбона И в разных, еще иногда, каких-то других проектах Ну и меня почему-то стали сейчас звать на записи Как тромбониста? Как тромбониста, да Ты посмотри Ну а как ты хотела? Ты же консерватория за плечами Ну итальянская Итальянская, миланская Ну да, 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 да Это так произошло А почему именно миланская консерватория? Ну не совсем миланская Это отделение миланской консерватории в городе Комо На озере На озере, да Потрясающей красоты и необычайной Да, извините Просто ты любил Италию Просто тебе очень нравилось озеро Комо Я ничего не знал про озеро Комо Мне было 15-16 лет Я вообще ничего не знал про Италию А про тромбон-то хоть знал? Про тромбон знал Да, из той самой школы, в которой мы с Сашей учились вместе Я знал, конечно, про тромбон Я тромбонист по образованию Ну скажи все-таки, почему Италия? Ну это же не какая-то там прям секретная тайна семейная Никакого секрета совершенно нет Просто так получилось То есть в тот момент была такая возможность поступить Именно вот в ту консерваторию я поехал и поступил Но ты же должен был влюбиться так в Италию Что уже назад тебя никакими клещами не вытащишь Знаете, знаешь, в 15-16 лет ты хочешь очень тусоваться в родном городе в 90-е годы Где боролит жизнь Со своими дворовыми, друзьями какими-то В Москве, да Поэтому мне как раз хотелось, мне невозможно было клещами выцепить из Москвы И поэтому сейчас бы я, конечно, пожил бы в Италии подольше И осел бы, может быть, там попрочнее с видом на горы, на эти и на это озеро Это безумно красиво, действительно Но в юном возрасте ты это не ценишь Я не жалею, потому что жизнь сложилась безумно интересно И, возможно, если бы я там остался, то я бы просто... А обучение на каком языке проходило? На итальянском На итальянском, да Ты уже к тому моменту знал что-то? Нет, я приехал без языка и за полгода где-то начал говорить Ну, кое-как вначале, потом все лучше и лучше То есть помимо еще и, как это сказать, обучения, там, игре и на этом курсе Ты еще и учил усердно итальянский язык Ну да, но это была необходимость Потому что никто особо по-английски в Италии не стремится разговаривать Не сильно заморачиваются они, да Да, да, да Я просто первое время на пальцах что-то пытался объяснить Ну, сейчас ты говоришь на итальянском? Или все забылось, как и с японским? Нет, 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 я говорю Я, может быть, не говорю так бегло, как я говорил лет 20 назад Да Представляете Какая страшная цифра Да, не говорите Но, может быть, не так бегло, но я понимаю итальянский И когда я приезжаю в Италию, у меня уходит где-то дня 2-3, чтобы вспомнить язык и заговорить быстрее и быстрее Но пасту ты полюбил навсегда Пасту я полюбил навсегда, зубную Ну, ладно, мы говорим про блюда кульна, про макароны давайте, хорошо, чтобы было всем понятно Прекрасно, давайте поговорим про макароны Ну, ты же готовишь пасту или уже нет? Или это так, ты где-то брякнул в интервью просто так, чтобы отстали? Нет, я редко обманываю, тем более в интервью, зачем же дезинформировать публику Я люблю готовить в целом и в том числе пасту с радостью И пиццу? Пиццу никогда не готовлю Нет Ну, паста, да, а какая самая фирменная паста? Самая фирменная паста у меня томатная с тунцом Есть такая паста Да, наверное, вкусно Очень вкусно У нас сейчас, друзья, реклама небольшая, оставайтесь с нами Продолжим общаться, ну, и про еду тоже А как, видите, какой гость у нас интересный И оставайтесь с нами Продолжается программа, группа Артемьев сегодня у нас в гостях Павел Артемьев, продолжаем общаться с... Да, 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 извините, я чуть-чуть ответил 3 октября у нас концерт, у нас, я уже говорю, у нас у группы Артемьев концерт в клубе 16 тонн Да Собираемся, друзья, активно на этот концерт, разумеется Паш, я хотела с тобой вот о чем поговорить Я хочу и могу добиться перемен в своей жизни Ты посещал мастер-класс с таким названием? Нет Хотя, когда этот мастер-класс проводит твоя мама, зачем его, наверное, посещать? Ты и так, собственно, с детства все знаешь, как добиться перемен в своей жизни Галина Марковна Артемьева, то есть, я не знаю, да, ты и писатель, и психолог Ну, в общем, величайшая, умнейшая, интереснейшая женщина современности Она была в нашем эфире Потрясающий эфир, да, это был год назад Мы уже пошутили с Пашей вне эфира, что мама гораздо продвинутая Она на год раньше Павла Паш, так вот, почему же ты, скажи мне, пожалуйста, не посещаешь мастер-классы мамы? Ну, или действительно все в процессе воспитания вкладывалось в тебя? Да, в процессе воспитания много в меня вкладывалось Но мне кажется, это странно, если я буду посещать мамины мастер-классы Поддержать, прийти, не знаю, как-то Я ее всячески поддерживаю, морально обязательно И вообще мы друг друга поддерживаем Я ее очень уважаю, как профессионал И просто за ее моральные качества какие-то И очень прислушиваюсь к ее мнению Да, она действительно очень крутая Крутой специалист в этой сфере? Крутой специалист и большая молодец Но ты не обращался никогда к каким-то психологам и психотерапевтам? Я обращался, да А почему? Зачем? Если у тебя мама такая замечательная? Ну, во-первых, это неэтично было бы обращаться к своей маме По каким-то личным вопросам? Ну, конечно, если ты идешь к психотерапевту Это вряд ли должна быть твоя мама Потому что в какой-то момент она все равно проявит себя как мама Да нет, ну просто это совершенно было бы непрофессионально Да, со стороны мамы меня принимать как психолог Да Но я обращался, да И я думаю, что это вообще странно Что у нас это не настолько еще развито И не настолько принято Мне кажется, это дико полезно разобраться в себе Может быть, тебе повезло просто И у тебя был хороший специалист А огромное количество историй Неудачные встречи Неудачные истории есть в любой сфере И бояться неудачи Можно сменить специалисты, если тебе не нравится Их много, благо сейчас А твои обращения были связаны с проблемой в личной жизни? Или это все-таки в творчестве? Нет, не в творчестве Какой-то был сложный период Ну ты где-то рассказывал, что у тебя какая-то была жуткая затянувшаяся депрессия Такое тоже было, да Но с этим я, кстати, не обращался Сам справился как-то С этим как-то я вот так справился сам Само прошло, да? А в первую очередь Ну много было дурных событий всяких Не буду тут портить и сгущать краски И портить настроение Ну, ты знаешь, просто со стороны, когда смотришь Ну, кажется, все прекрасно Красивый молодой человек Все так успешно складывается Здесь тебе сразу же телевидение там с юного возраста И группы объездят всю страну И толпы фанаток, поклонниц по всей стране Уход из этой группы, но все хорошо складывается там на сцене театральной И свой собственный проект появляется Вот твори, делай что хочешь, пой о чем хочешь Нет тебе никакого дяди-продюсера, который говорит, это не надо Что, что, что тебе не мешало? Да Радоваться жизни, жить и радоваться Никто не говорит, что я не радуюсь жизни Хотя бывает разное Но начали происходить Я просто стал бояться летать, например, такая штука И появились какие-то панические атаки И вот конкретно в этом запросе мне очень помогли И это все тоже идет из головы Это излечимо, кстати, да? Ну, все, в принципе, если это не совсем клинический случай То все можно подлечить Но это вопрос самоконтроля какой-то И трезвого к себе отношения И контроля над телом, в первую очередь, своим Ты полностью от этой фобии избавился? От страха полета? Да Полностью я не избавился, но во всяком случае я теперь себя контролирую Я понимаю, почему это происходит И отдаю себе отчет Я не отказываюсь летать Я боюсь, конечно Отвлекаешь себя Что ты делаешь? Помогает иногда бухнуть Это вот я, да, так и подумала, кстати Да, что Здесь Ну, как так, чтобы прям до отключки или нет? Но чуть-чуть, да, ни в коем случае Потому что потом только хуже Я, конечно, шучу Не надо впадать в запои Но иногда помогает Паша, ну ладно, ты давай, в общем, завязывай Нет, не с этим Я имею в виду с этим, с депрессиями с каким-то А, правда Всем бывает грустно Что поделать? Это, наверное, ну давай будем говорить, что это кризис среднего возраста Он прошел уже Будем говорить, да Что средний возраст уже позади Мы постепенно катимся к закату Нет, не к закату К рассвету, конечно У нас сейчас будет твоя работа в эфире Дождями Ура Что-нибудь скажешь нам? Расскажешь? Каратенечко? Будет какое-то предисловие от тебя? Очень люблю эту песню И клип получился, по-моему, безумно тропаемый Строгательным Какая-то там есть такая неосезаемая ниточка Нежная Не знаю, как объяснить Вова Галеев, режиссер, начинающий И сам предложил И очень захотел снять на эту песню И за что ему большое спасибо 3 октября концерт в клубе «16 тонн» Надо бы сходить Надо бы Надо бы посетить Это красивое музыкальное мероприятие Тем более, что вот Паша обещает, что будет очень весело Будет зажигательно Никакой хандры Никакой депрессии Будут танцы, обнимашки даже обещаны Танцы, обнимашки, да Все такое самое хорошее Паша, между тем уже юбилей скоро отмечать-то Придется Юбилей, да Группы 10 лет в следующем году Я напоминаю вам, господа музыканты Ну почему же посмеяться? Ну посмеяться всегда можно Но, однако же, это факт 10 лет юбилей Продумывается ли уже как-то, я знаю, праздничное торжество какое-то? Не, ну ты сказал Вот сейчас я теперь начал об этом думать и пугаться Ну, в каком-нибудь дворце съездов, да Ну, что-то надо будет придумать Но, во всяком случае, я думаю, что не нужно к себе относиться слишком серьезно Но отметить-то придется Ну, отметить-то мы обязательно отметим Ну, может, с тортиком Ну и с концертом, безусловно Но без излишнего пафоса Потому что это смешно, мне кажется Делать из всего какое-то событие юбилейное Ну хорошо Столько-то лет в творческой деятельности А когда, например, ну подожди То ты сейчас так говоришь, 10 для тебя, может быть, не так много А когда группе Артемия в 30 исполнится Здесь уже мы можем говорить о каком-то таком серьезном До 30 надо дожить Дожить надо Ну, посмотрим Если мы выживем через 20 лет То, конечно, это стоит отметить И вот тогда это будет грандиозно А на десятилетие так все будет по-семейному, по-скромному В клубе 16 тонн Как-нибудь, да Может быть, где-то и побольше посмотрим Что касается дальнейших выступлений Вот после 3 октября Они как-то тоже расписаны Распланированы у группы Артемьев? Или нам лучше следить четенько за постами Публикациями в социальных сетях? Безусловно, нужно следить за всеми нашими соцсетями И мы там обязательно все выкладываем Но впереди концерт в Киеве В 27 октября И Петербург тоже ждет А ты уже выступал там? В Киеве В Киеве вот со своей группой еще нет Ну, понятно, уж про корни мы не говорим Поэтому это будет первая поездка Это волнительно и дико интересно И жду ее с нетерпением И в Санкт-Петербурге тоже отметитесь? В Питере тоже отметимся, но я... Не помнишь, когда, где? Ладно, мы найдем эту информацию обязательно Да-да-да, мне стыко стыдно и тупо, что я не могу ее вспомнить Но, короче, Питер тоже впереди И осенью этой мы обязательно туда съедим А Питер любит группу Артемьев? Как вот за годы уже? Ну, главное, что группа Артемьев любит Питер Любит Питер, это самое главное Этой любви хватит на двоих и на всех Эта любовь становится взаимной Можно и так сказать Что мы сейчас послушаем, Парш? Мы сейчас послушаем песню под названием Держи меня Такая вот песня Ты знаешь Нам уже не помочь Мы скоро перестанем идти Как часы, полюбившие ночь Мы встанем на полпути Научи меня держаться В равновесии Я забыл Как это просто Я спою тебе О том, что в будущем Я забыл Я забыл Я забыл Мы пляшем до последних секунд Под маршем затонувших кают А дальше продолжается путь Станцует вместо нас кто-нибудь Научи меня держаться в равновесии Я забыл, как это просто потерять себя Но ты держи меня А я спою тебе О том, что в будущем Но ты держи меня А я спою тебе О том, что в будущем О том, что в будущем Но ты держи меня А я спою тебе Но ты держи меня А я спою тебе Спасибо Спасибо Группа Артемьев Очень красиво Паш, у меня два вопроса Я бы, конечно, и 202 Хотела задать Но время так летит очень быстро Один вот такой Скажи, когда Мама последний раз тебе задавала вопрос Про внуков Про внуков Да Здесь, Паш, пора уже Ну сколько можно Ну у меня есть прекрасные племянники Понятно, что они У меня нет достатка во внуках Во внуках, слава богу Но, конечно, она время от времени говорит Задает, да, тебе эти вопросы Ну не только задает вопросы Но намекает, что она была бы очень рада Да и я сам не прочь Но время придет И все произойдет Это не так сложно, как кажется Насколько я понимаю Кажется Да-да-да Стоит только захотеть, конечно Только захотеть, да, приложить Небольшие усилия И все это произойдет Ну скажи тогда Ты в любви счастливый человек? Я в любви, когда она есть Я счастливый человек А на сегодняшний день? Вот осень 2019-го Я вообще счастливый человек Ну Ну ты влюблен, скажи В музыку, в жизнь, в творчество Это понятно Влюблен во все на свете Во все на свете Ну значит А единственное С тобой рядом Не находится На данном этапе жизни Даже не знаю Что ей сказать Пускай это останется Секретом Вот это да Хорошо Придется Вести наблюдение Да, подкарауливать За углом Попараться И все проверять Да, концерты Личная жизнь Следите за этим Следите за этим Следишь ли ты за тем Что происходит в современной музыке В нашей стране? Слежу Ну да, например Ты пчела и пчеловод До встречи на танцполе И так далее Знакомы ли тебе эти Величайшие композиции Современности? Не знаю Видимо нет Не знакомы Я как-то слежу больше За совсем независимыми Такими музыкантами И мне нравится Много гремящих Молодых Энергичных групп Гремящих Это в каком Смысле? Ну В том смысле Что звучат Они зачастую Не очень Но Энергия от них Прет чистая И искренняя Ну Назови хоть парочку Или так Я боюсь Я вот у меня сейчас Дыра в голове Дыра в голове Да, ну в общем Стоит сходить На фестиваль Боль Для ознакомления Такой ежегодный фестиваль В Москве проходит И там бывают Какие-то любопытные коллективы Я не могу сказать Что я прям Дикий поклонник всего этого Но Следить Я считаю Что я за этим обязан И Хотя бы понимать Контекст современной музыки И куда все движется Это полезно очень Но с другой стороны В таком объеме Сейчас все новое Производится И происходит И появляется Что Совсем Ну просто Невозможно Следить Ну как любые объемы Большие Большинство Это шлак Как Ну в любом В любой сфере Творческой Любой поп-культуре А у тебя же еще как-то С модельной Историей было же Связано Ну это было совсем В тинейджерстве Да Это была юность А после И вот сейчас Не поступают предложения? Да как-то вот Профессионально Не поступают Нет Я Это было Таким хобби Что ли Если вот меня Спросить Было ли в моей жизни Хобби Это можно сказать про это Я просто зарабатывал Все деньги На тусовки Это было с 12 До там 16-17 лет И какие-то такие истории Что Ну время от времени Были какие-то съемки Но Опять же Это не гигантские деньги Ну хватало на тусовочке Ну так да Просто погулять Сходить куда-то С друзьями в бар И прогулять В общем эти деньги Весело Без зазрения совести Можно было Как появляются у тебя Твои произведения Твои строчки Музыка Приходит это одновременно Или просто сначала Какие-то слова А потом ты садишься И пытаешься Мелодию набросать Или каждый раз по-разному Каждый раз по-разному На самом деле И конечно Надо бы мне Как куратору курса Заявить Твердо о методе Но могу сказать Что нету Нету Правильной Какой-то Нет истины Устоявшейся В том Как пишут Песни У всех она своя И у всех свой метод Мне приходят сразу И тексты Музыка И если приходит Что-то отдельное То чаще всего Это отдельным остается Если пришла Какая-то мелодия То она останется Мелодией Если текст То останется Текстом Я могу Написать текст На чужую музыку Но вот Соединить Свои куски Мне сложно Поэтому если написалось Что-то одновременно Уже сразу выходит Музыкальная фраза С поэтической И тогда Кто-то на сегодняшний день Из артистов Поет песни Твоего сочинения Я думаю Я думаю Что группа корней Выступает с ними Регулярно На днях городов По нашей стране Так А еще Я дописывал За многих Я честно говоря Это все забываю И как-то оставляю Сразу На какой-то полке Закрытой Ну какой-то Это странно Правда Это же доходная Такая история Очень может быть Выгодная Мне кажется Может быть выгодно Конечно Подумайте об этом Просто не могу сказать Что это всегда то Чем я могу гордиться Так что Это такой Промысел Другого толка Паш Спасибо огромное За нашу встречу Спасибо большое Спасибо большое Приходите на концерт 3 октября Приглашай Приглашай Зазывай Все у камеры Все работают на тебя 3 октября Приходите на концерт 16 тонн Во сколько встречаемся В 8 вечера В 8 вечера Не опаздываем Хорошее настроение Танцевать Красиво Что дарить Что цветы Блюшевые мишки Можете в благотворительный фонд Что-нибудь отправить Какие-нибудь деньги В качестве подарка Буду рад Спасибо большое Друзья Паш Мы очень ждем тебя Всегда Очень рады тебе Продолжайте в том же духе Группе Артемьев Грандиозных творческих успехов Ну и ролей тебе интересных И в театре И в кино Спасибо большое вам Друзья До новых встреч Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ